Дорогие товарищи! И вот прошло уже 170 лет со дня принятия манифеста Коммунистической партии. Это одно из важнейших исторических событий, которое направлено на освобождение человечества от частной собственности, грабежа и эксплуатации человека человеком. За предшествующую манифесту историю развития общества неоднократно были попытки выйти, освободиться от этой кабалы. Но кроме жертв с обеих сторон, других результатов не достигли. И вот разработан манифест, который дал правильное направление для освобождения от социальной несправедливости, где конкретно указан класс, который способен решить эту проблему. А именно, только рабочий класс, как наиболее правильный и организованный, то есть это пролетариат. Кармас в своих выступлениях отмечал, что рабочий класс является могильщиком капитализма, призванный к осуществлению великой исторической миссии созданию такого общественного строя, в котором не будет места эксплуатации человека человеком. Как отмечал Фридрих Энгельс в предисловии к ангельскому изданию манифеста, что сами по себе события и перипетии борьбы против капитализма потерь еще больше, чем победы. То есть неизбежно должны были довести до сознания рабочих несостоятельности различных, излюбленных все ими и возлюбленных все исцеляющие средства и подготовить их к более основательному пониманию действительных условий освобождения рабочего класса. И если в манифесте коммунистической партии о диктатуре рабочего класса ничего не сказано, то в письме к Вейдемейеру от 5 марта 1852 года Карл Марс пишет, то, что я сделал нового, состоит в следующем. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И что эта диктатура сама непосредственно сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов, к обществу без классов. Вот так что, товарищи, значит, вот коммунистический манифест зажег тот огонь, который освещает путь в революционной борьбе рабочих до полного уничтожения классов и отмирания на этой основе диктатуры пролетариата. Все вам даю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Константин Константинович. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...